Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Николай Макфлай. Я в Калининграде, за моей спиной башня Врангеля. Но она нас сегодня интересует в меньшей степени. В большей степени нас интересует то, что здесь, вокруг нее, по выходным работает блошиный рынок. А блошиный рынок в Калининграде, друзья, на минуточку, в Кёнигсберге. Это, мне кажется, круто. Пойдемте смотреть. Так, друзья, тут вот несколько лотков есть. И я так понимаю, что блошиный рынок уходит туда. Вот, кстати, сам форт. Я ищу что-то прикольное. Возможно, немецкое и дешевое. Ну, естественно, какие-нибудь прикольные советские вещи, но пока вижу только тряпки. О, трубки. Трубки, тряпки. Крестики старые. Слушайте, ну, здесь прям будет очень много всяких немецких вещей. Колокольчики, фигурки. Янтарь обязательно. О, нож Боцмана. А это нож Боцмана? Да. А сколько он стоит? Новый, неточенный. За три тысячи оттанков. Три тысячи? Какой он огромный вообще. Я думал, он поменьше. Что эти, фигурки, дорогие? Неточенный, новый со складом. А это тоже новое? Это Бундесверская тоже новая. Вот, запечатанная. Это с набора Бундесверского. Бундесвер. А на сколько стоит? На груду пара 300 рублей. Дешево. Здесь рынок интересен тем, что собираются не только бабушки, которые продают просто шмотки, но и настоящие антиквары. Здесь есть настоящая вещь. Вот, например, котелок. 400 рублей с войной. Пуговицы. Монеты, 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 монеты. Кстати, меня и значки не интересуют. У меня слишком много своих значков по монетам, как-то неинтересно. За 50, да, да. Детство все, наверное, играть у вас с такими. Или от современной. Это какие-то современные made in Китай. Так, естественно, как и на любом глашином рынке, здесь есть инструменты. Куда же без них. Иду прямо инструменты. Рядом монеты, велосипеды, салютки. Салюты вело. А это немецкие, вот это штопы, да? Немецкие. А сколько стоит? Ну, это как бы в любую убирать. Ну, так вот это примерно. Ну, 300 рублей. 300, а, ну, то есть не тысячи. Ну, почему? Вот пузыри, они нормальные по 300. А, ну да, согласен. Немецкие они. Немецкие. Прикольно. Вот это наш, вот это наш. Вот там 300 все. А, эти по 300 немецкие. Понятно. Тут, короче, вот одна линия. А, ну вот Ford. Кому интересно. Есть тут пластинки, друзья. Есть там целый чемодан советских вещей. Тут даже просто смотреть, знаете, интересно, как в музее. Не часто я бываю на подобных блошинах. Хотя на блошинок рынках бываю в каждом городе, друзья. Можете подписаться на канал. Уже видосов много. И Воронеж, и Ростов. Смотрите, будильники. Будильники. Тут такие, смотрите, будильники части. Ну, это прибалтийские, я так думаю, да, какие-то? Корсос. Да, это прибалтика. Бинокли. Здесь ножи. Это игрушечный кортик. Да, сувенирка. Приходные. Тоже какие-то немецкие ножики. Вот, смотрите, каска немецкая. Ну, в смысле, она какая-то странно выглядит. Как будто бы не военная. Это, наверное, пожарный. И вот еще одна. О, друзья, это какой-то праздник просто. Я не знаю, я-то прыгаю от одного прилавка к другому. А, это немецкий, да. Made in German. А сколько такой стоит? По полторы тысячи. Полторы тысячи. Это Германия. Ну, я вижу, да, немецкий. Полторы и старые. И ножницы. Ножницы тоже по полторы тысячи, да? По две. По две? Да. А это вот очочки. О, а это ГДРовский, да? Это ГДР у меня целый мешок. А сколько такие стоят? Эти по 250, есть по 350, есть по 800 даже. А это донецкий завод. А, ну такие-то у меня были, вот ГДРовский, прикольно. Или много, целой коробкой. Так, тут всякие, вот, видите, наследие от немцев. Бутылочки тоже по 200, по 300 рублей они стоят. Ну, всякие. Ой, классно. Смотрите, зажигалка. Это из зажигалка из... Как это называется? Это зажигалка, да? Да, да. Ага. Ну, ядро, да. А это вот, это настоящее? Ну, да, наверное. Наверное. Вот это да. Так, инструмент. Не очень интересен. Посуда тоже, видите, все, что осталось от немцев. Тут очень крутая машина, наверное, друзья. Будете в Калининграде обязательно к посещению. Вообще, сразу не идите ни в какие музеи янтаря. Да, это все. Скупота. А вот тут... Ну, как? Он там далеко идет? Да. Не нашел пистолетик. Не нашел пистолетик? Ну, ты плохо искал, наверное? Не, но искал. Так, тут на самом деле очень много, друзья, продают вот таких вот пробок. Пивных видно. Они-то прям валяются везде. Вот, например, ложка. Смотрите, пинусная от немцев осталась. Ну, кстати, баночка по 100 рублей. Так, здесь более крупные вещи. Топоры. Ну, это, наверное, из каких-нибудь сараев люди вытаскивали. Такой рак, конечно, вообще, да? Морщик. Он увесит. Прялка, смотрите, какая. Все же знают, как выглядит российская прялка, советская. А тут... Ой. Детская коляска. По 50 рублей пузырьки. 50 рублей штука, любой на выбор. Вот такой. Вот такой. Пока дешевле пузырьки я еще не видел. И тут, видите, сколько разных. Вот, миллион подстаканников. По 200-300 рублей они, кстати, стоят тоже недорогие. Ножны. Я думаю, что можно, если есть ножны, ножны и штык был бы найти. О, ножички опять немецкие. Вот это швейцарский, кстати. На полхону идет. Не швейцарский, а последний человек, он на перекрестке. Ага, там есть ножи, да? Там не просто нож, там у него полметровый штык. Я такой, первый раз такое устояние у них. Надо дойти посмотреть. Друзья, смотрите, еще какой ножик. Самодельный тоже немецкий. Вот, когда говорят, не протолкнуться. Вот это, пожалуй. Смотрите, сколько народу, друзья. Тут, ну, реально, очень круто. Это прям музей-музей. Ну, смотрите, где еще такого увидите, чтобы подзорная труба лежала. Это не балансы, это настоящий прям антикварный рынок. Вот что это такое, друзья. О, и тут, смотрите, сколько всего. Пойдемте смотреть. Ну, снова ножны. А сколько фляжка такая стоит? Две тысячи. Две тысячи. Не так часто отличается. Ну, да. Ну, всякие. Слушайте, друзья, ну, я немножко в шоке. Я когда читал в интернете про блошин рынок Ленинграда, я себе, конечно, представлял, что это круто, но не настолько круто. Это прям что-то нереальное. Тут каждый прилавок, это музейный. Ну, вот уровень музейный. Потому что тут фантастический экспонат. Тут нет какого-то советского хлама. Вот тут прям смотрим дальше, короче. Ну, вот смотрите, целый чемодан немецких пробок. Тут какие-то игрушки, погоны. Все подряд. Нет, ну, тут прям хлам-хлам. Вот, это такой более привычный формат. На самом деле, вот в этом хламе нужно искать какие-то сокровища, друзья. Монеты. Любая пластинка по 50 рублей. И Розенбаум. Пугачева, Пугачева. Разгуляем. Опять миллион пластинок. Пробок. И всякой подобной капонины. Очень много археологии, очень много немецких вещей. Ну, я так понимаю, что все, что здесь находят земли... Как он мелочи посмотрит. Пулькан. Сидорецк, тут вот это вот, звездок старинный. О, фухоль, глаза отдохнут на вещах. Сейчас опять будем напрягаться, друзья. Опять военный прилавок. Ну, а смотрите, сколько всего военного, друзья. Лопатки, кобура, ремни, топоры. О, ножик. Это наш немецкий штук-ножик. Это немецкий, да? Да. А сколько он стоит? Цена 2 рубля. 2 рубля. Ручка еще настоящая. Ага. А вот это что такое? Япона. Япона-мать. Это японский? Да. Ничего себе. Цена 20 тысяч. 20 тысяч? Да. Капец, он огромный вообще. И состояние фантастическое. Да. Открывай. С кремом. Таких в Калининграде больше я не видел. Каких? Ну, пока... Вот это да. Я видел, как пару раз сегодня. Ничего не видел. Нет, нет. Япония. Это в земле не лежа на рисаторе. Ну, да. Да. Верх этим, да, хорошо. Так, друзья, я предлагаю прерваться нам, потому что видео получается долгим, а посмотреть хочется весь рынок. Давайте продолжим в следующий раз. Миклух Макфлай. Подписывайтесь, чтобы не пропустить еще одно видео с блошиного рынка Калининграда. Это, конечно, чума. Здорово, народ. Добро пожаловать на канал Никлуха Макфлай. Я в Калининграде, гуляю по блошиному рынку. И это вторая серия, что называется. В первую сегодня поместилось. Рынок огромный. Рынок потрясающий. Куча. Куча интересных вещей. Европейских, немецких. Короче, вы смотрите. Обалдеете. Погнали. Так, тут снова много посуды. Очень много посуды. Я не знаю, друзья, вам еще не надоело на это все смотреть. Я просто не знаю. Я как мальчишка просто здесь бегаю. Что-то кричу. А, штык. Ножи. Обычно вот где-нибудь у меня в Липецке, в Воронеже. Вот это там по целому дню ходишь, ничего интересного не находишь. А когда уже там вторую-третью неделю проезжаешь, все одно и то же. Здесь, конечно, потрясающе. Друзья, смотрите. Какой-то флотский ножик, да, ножик? Это, ну, по-разному. Ботсманский. А это типа... Не знаю. Нет, все немецкий, да, тоже? Да. А сколько ли стоит? Три, три. Три, три. Возьмешь? Не хочешь? А это вот что такое вообще? Нож. Нет, не хочет. Не хочет. Это какой-то современный или не особо? Немецкий. Слоновый. Ммм. Так, тут шмотки, это неинтересно. А вот что интересно, то вот здесь. Тут, кстати, видите, древний форт на заднем плане. Вот. В этой части рынка ее еще не было. Он туда далеко достаточно уходит. Вот. Если там вот на центральной аллее в основном антиквариат, то здесь made in СССР, мне кажется, все. Да, прям хлам-хлам. О, велосипеды. Украина, Десна. Лопаты вот эти саперные интересные, мне кажется. Труба, каска немецкая. А вон там печка. Очень колоритно все это выглядит. Смотрите, люди сидят. И древний форт. Смотрите. Война. Опять бутыльки. Капанина. Ух, смотрите, сколько всего. Сразу и не сориентируешься. Это, наверное, нож какой-то. Свистки, смотрите, какие со свастикой. А вон ручка от шашки или сабли. Очень нереально круто вообще. О, смотрите, штыки. Сейчас покажу. Марки по 5 рублей. Это неинтересно. А это магазин от чего-то. А сколько такие штыки стоят? Получили? Вот такой вот рынок, который не играет. Получили, да? Патрон, патрон все засветленные. Слушайте, я такой вначале, о, хочу найти что-то немецкое. А теперь уже как-то вот слишком много всего немецкого. Можно было бы найти что-то советское. А, тут отдел с инструментами. Мне интересно. Смотрите, а что это такое? Угу. Какие у них подковы, да, интересные? Вот опять от штыка. Ручка. И, посмотрите, какой прикольный ножичек. А это вот что такое, друзья, кто знает? Ее нет. И шпора. Старинные фотографии. Число, как в музее. О, ножка лохозенькая. Давно такую не видел. Тем более, в таком состоянии неплохом. Это ботс, мужский нож. Это все советские ножи. Так, рынок продолжается. Ну, меня, конечно, поражает вот само место, где мы находимся. Да, то есть это канал. Старинный форт. И это вот куча хлама. Чем глубже, тем меньше всяких антикварных вещей. И больше советских. Опять машинка. Меня сын себе машинку ищет. Никак не найдет. У него 40 рублей, а жаба давит. В общем, одна машина троется. Да, Мак, уже мог две купить. Ой, какая микрогармошечка. Гляньте, какая милота. Да. Мишка, ты иди, как будто настоящий. Так, значит, очки. Пушкин. Я сам покажу. Посмотрите, да. Ну, это какой-то советский, да? Да, это сделано в СССР. А сколько он стоит? 1800. Будете брать уступлю. Угу. Ну, это фирменный ножичек еще. А кто же меняет? Иди 900. А, вот такой вот тут номер был, да? Да. Ну, это специально зарезано, что ли. Понятно, чтобы не холодное оружие было. Хороший ножичек фирменный ножичек. Угу. Чего обычно много на блошинах рынках, так это советский елочник игрушек. А здесь вот первый раз встретил. Видимо, это здесь редкость. Зато на же не редкость. А это что такое вот это? Бангосов, да? Восправили. Это что такое? Струны. Струны? То ли от гитары, то ли от стайки. Ну, что-то вот в этом роде. Старо-режимные еще какие-нибудь. Ага. Они какие-то, это самые, а, ну, да, есть и стальные, а есть даже, по-моему, какие-то капроновые струны. Прикольно. А сколько стоит? По 300 рублей. По 300 рублей. А если соберете сюда приходить по выходным, башня, рядом с башней, видите, уже люди собираются. А время-то всего лишь 12 часов. То есть, ну, лучше сам к 10 сюда приезжать, чтобы увидеть вот это вот все. Мы вернулись, кстати, на главную улицу, где в основном немецкие вещи. Еще чуть-чуть опасно. Не, ну, тут вот, тут советский. Тут советский, а немецкий, ну, вот они, видите, вот они прям. Ложка-вилка немецкая. Это колышки от палатки. А вот, а соответственно, на прилавках уже получше вещи лежат. О, вообще такой. Что это, друзья, кто знает? Пишите в комментариях. Ну, по-другому, что это от какого-то оружия, но вот от какого. Интересно. Каска. Каска. Тоже немецкая, копаная. Еще один пистолет. О, тяжелый еще, он свинцовый. Какая-то игрушка. Это так вот, у кого не хватало чего-то, там в детстве как раз отливали. Дон, тонну весит вообще. Ну, так, зато, когда бегал. Зато накачался и уже готов к большому пистолету, да. Это тоже такая, ну, 1200, хотите? О, дед, я еще помню, из 90-х, сигареты президента. О, ленины. Нечастая находка на плашеном рынке Корнинграда. Ленины. В основном, конечно, все здесь немецкое. Сколько ключей, ножей. Пистолет, сколько всего одним осталось. Замочки, какие миленькие. А сколько замочки стоят? Ну, вот такие вот средненькие. Это тысяча рублей. Это тысяча рублей. Три тысячи. Еще здесь очень много фигурок, статуэток. Видно тоже, что они немецкие. Так, друзья, это был канал Николков Макфай. Блошиный рынок Калининграда. Повторюсь, обязательно для посещения. Вообще не ходите ни в какие музеи. Сразу езжайте на Блошиный рынок. Башня в Рангеле. По выходным. Суббота, воскресенье. Лучше приезжать пораньше, часам к девяти. Вот. У меня вот такое видео получилось. Я думаю, оно заслуживает лайка. Заслуживает какого-нибудь классного комментария. И подписки обязательно тоже. Где вы еще такое увидите, друзья. Подписывайтесь. Миклух Макфай. Пока-пока. Какое-то видео. Продолжение следует... До встречи.